Он экстрасенс! Да я тебе говорю, он гипнотизер, гипнотизирует! Нету, я точно помню, что он экстрасенс! Давай его пригласим и посмотрим! Давай, и он тебе скажет, что он экстрасенс! Нет, он скажет, что он гипнотизер! Ну вот и посмотрим! 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 Ребята, ну вот короче с Никитой спорим, есть один чувак, он то ли гипнотизер, то ли экстрасенс! Экстрасенс! Гипнотизер! Короче, мы понять не можем, и решили его позвать сюда и спросить, ну что он умеет посмотреть? Ну, мы все знаем, что он экстрасенсом будет. Здравствуйте. Добрый день, ребята. Здравствуйте. Это вы решили проверить мои экстрасенсорные навыки и влияние гипноза на человека? Ну да, мы решили проверить. И вы экстрасенс же? Или гипнотизер, может быть? Смотря сколько заплатите. За 5 тысяч либо гипнотизер, либо экстрасенс, а за 10 и гипнотизер, и экстрасенс. Получается, как бы мы оба правы были. Ну, видимо, да. Так это что, десятку надо платить? Походу придется. У тебя деньги есть? Ну есть, но у меня только пятерка. Сейчас, может, у меня тоже что-то есть. Блин, нужна еще пятерка 100%. Мы должны все проверить. Все, отлично. Вот у нас, в общем, 10 тысяч рублей. Хотим все ваши навыки проверить. Да, все. И гипнотизеры, и экстрасенсы. Вы же все умеете, да? Абсолютно все. Ну, давайте тогда сядем, что ли. Я тут вам пару проверок подготовил. Ну да, вдруг вы шарлатан за нашу-то десятку. Это логично. Я готов к вашим проверкам. Ну, давай свои проверки. Ну, тогда вот первая проверка. Смотрите, мы вам глаза закроем, в общем, маской вот этой. Через нее ничего не видно. Вам надо будет описать человека, который будет находиться перед вами. Для меня это не проблема. А, тогда вот, маску держите. Надевайте ее. Никит, сейчас надо его проверить. Ну, правда он не видит или он что-то видит через эту маску. Короче, сейчас я проверю. Вроде реально не видит. Я это испугался, блин. Соня! Ну, смотри, вроде все по-честному. То есть через маску он точно не видит. Да, давай свою проверку дай. Сейчас увидишь. Ну, все. Человек перед вами. Что вы кого видите? Я чувствую, что сидит передо мной девушка. С темными волосами. С морковкой. Но также чувствую морковку в зелени. И эта девушка, она блестит. Чего? И почему-то синюю бабочку чувствую. Ну, вот и она. Офигеть, ребята, вы это видели? Мы же прям Вику сейчас описали. Ну ты, ну, Даша, смотрите. Как мы это сделали? Морковка в зелени. Бабочка блестит. Бабочка блестит. Видите, у нее там штучки какие-то. Капец. Офигеть. Правда гипнотизер, что ли, экстрасенс? А может у него это, в маске дырочки. И он все вообще видел у меня, как я выгляжу. Да я проверяла его. Это моя маска, там не было дырочек. Посмотри. Бум, посмотри, там моя маска. Она вообще без дырочек, без всего. Блин, и правда нет. А как вы вообще это сделали? За 10 тысяч. А у меня нет 10 тысяч. Да мы отдали уже, скинулись, блин. Да. Но я не против, чтобы в мою карму добавили еще 10 тысяч. Нет, вы знаете, просто 10 тысяч вполне достаточно, мне кажется. Мне тоже так кажется. Ну я тоже так считаю. Ребята, я слышала, что вот очень-очень легко отгадать живую энергию. И поэтому я приготовила для нашего экстрасенса другое испытание. Вообще ты гипнотизера. Это неважно, гипнотизер он или экстрасенс. Задание заключается в том, что вы должны угадать, что тут лежит. Тут какой-то, скорее всего, предмет. Это не живой предмет, вы должны угадать. И я хочу это показать зрителям, так что можете, пожалуйста, отвернуться? Хорошо. Нет, можете прямо отвернуться вместе со стулом, чтобы вы точно не видели. Я показала зрителям предмет. Точно не видит. Ребята. Что ты такой предмет-то положила? Да чтобы он точно не догадался. И вы правильно проверите его общеспособность. Ребята, вы увидели? Я положила предмет, который просто невозможно рандомно угадать. И это будет, наверное, самая сложная задача для нашего экстрасенса. Гипнотизера. Ты без разницы. Я могу приступать? Да, да, можете приступать, пожалуйста. Давайте, начинайте. Чувствую, там неживая энергетика. Что-то блестящее. И, возможно, металлическое. Что-то сцепленное между собой. Мне кажется, я понял, что это. Я чувствую силу. Очень сильного человека, силача. Ну, я все сказал. Блин. Копились, ребята. Ребята, вы помните? Эту же цепь действительно рыбал сильный человек, наш силач. А мистики-то там соревновались. Да, поэтому он искал, что силач, и она металлическая, цепленная как раз, видите, звенья. Все правильно. Вообще все угадал. Нет, это мистика какая-то. Это нереально просто. За 10 тысяч все реально. Мы отвели экстрасенсы под Дашей, как можно дальше. Чуть ли не домой его отправили, чтобы теперь вообще все было честно. Мы сюда положили вкусно маму. Да, а то Вика какой-то фиговый предмет положил, какую-то цепь непонятно. Да что, он был хороший предмет. Как он вообще был вкусно маму? Он мог посмотреть вот тоже металлическое, тоже металл, и как там догадаться. А, а сцепленная, представляешь, что его точно нереально отгадать. Бутына, тут вроде как внутри съедобная, именно палочки, а сверху-то упаковка несъедобная. Это же не съедобная, а вкусная вообще. Да, будет его запутывать это. Кстати, давайте еще делать каменные лица максимально, потому что мы так реагируем, типа, вау, что? А так он понимает по нашей реакции, как мы реагируем, смотрит, и естественно угадывает. Блин, да. Давайте просто невозмятимый вид такой. Вот, надо отрепетировать, подождите. Ну, это будет сложно, потому что если он будет правду угадывать. Ну, вот так, ну, стоять его. А лучше сидеть. А лучше сидеть. Вот так. Все, он отгадывает, допустим, он говорит, это точно мама мутки. Не знаем, не знаем, не знаем. Лучше мама, нет, что это? Что это такое, нет, все. Все, в общем, сейчас посмотрим, что получится. Все, давайте его звать. Ну, вызовите, я пока порепетирую. Ну, все, великий экстрасенс, вот здесь вот новый предмет. Мы не скажем, какой. Угадывайте, угадывайте. Да, угадывайте, пожалуйста. Сложно. Тут надо хорошенько подумать. Что-то очень многофактурное. Сейчас использую камни свои. Снаружи блестящее, красивое, цветное. Внутри что-то легкое, что-то приятное. То, что любят взрослые и дети. Очень положительная энергетика. Ну, все, я закончил. Офигеть, блин, ребята. Просто, вы вообще человек или кто вы, я не понимаю, как такое это? Офигеть, держался эти каменные лица, я просто настолько удивлялся. Может быть, вы меня угостите тем, что там лежит? Угостите, офигеть, ну это вообще просто добивка была. Конечно, угости, блин, это вкусно, мама. Вообще, он все сказал, блестящее. Многофактурное тоже вот угадал прям. Да, и детям, и взрослым нравится. Да, и воздушные, это же кукурузные палочки. Нет, после такого стресса точно надо подкрепиться, Никита. Ну вот, подкрепляйтесь. Угощай нашего гипнотизера. Держите. Ребят, ну он доказал, что он экстрасенс, надо проверить теперь, как он там с гипнозом справляется. Да, 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 точно, он же гипнотизер по-любому еще. Да он может быть и гипнотизером, и экстрасенсом. Он что, волшебник, что ли? Ну за дополнительные пять тысяч я могу быть еще и мамой. Да нет, у нас нет больше денег. Не-не-не, это вот именно. Ну как хотите. В общем, ребят, мы решили проверить гипнотические способности нашего то ли гипнотизера, то ли волшебника, то ли мага. И в общем, никогда не повторяйте этого сами. Если у вас нет специального человека, который умеет погружать людей в гипноз, то у вас не получится этого сделать. Может и у нас сейчас ничего не получится. Получится? Ведь вы же мне дали 10 тысяч. Ну, да. Целых 10 тысяч. Ну в общем, все, мы готовы. Ребята, усаживайтесь, намного удобнее. Расслабьтесь, сконцентрируйтесь. Тебе нужно перестать нервничать. Мне кажется, мы лучше все нервничаем. Не нужно нервничать. Расслабились? Ну, да, вроде бы. Расслабились. Все смотрим сюда. Гипноз – это естественное состояние человека. Спать. Спать. Он мне что, гипноз не сработал? Сработал, сработал. Тебя как зовут? Никита. Очень приятно. Когда я щелкну пальцами, ты забудешь цифру 7. Ты не узнаешь этих людей, как будто ты с ними никогда не была знакома. А ты забудешь русский язык, как будто ты его никогда не знал. А будешь говорить на марсианском языке. Типа «Калям-балям-балям». Ну, на этом все. Просыпаемся. Как себя чувствуете? На меня не подействовало, по-моему. Я же одна была. Блин, ты «Калям-балям-балям». Ты что это вообще делаешь? Вы чего? На вас подействовало, что ли? Калям-балям-балям-балям. Мы с тобой вообще знакомы? Что происходит? Вот я не понимаю, что происходит. Блин, это вот этики островы. Да какие вообще что происходит? Никто, я вас не знаю. Блин, блин, блин. Чего? Блин, ты приказываешься? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Давайте по очереди. Блин. Девочка в красном. Посчитай свои пальцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать. Блин, блин, блин. Одиннадцать. Куда я попала? Одиннадцать? Что это за люди? В смысле? Подождите, я что-то не поняла. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Думаю, ну. Десять. Ну, одиннадцать же пальцев не бывает. Глуби. Думаю, думаю. Думаю. Что с тобой? Думаю. Хватит прикалываться. Так, 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 стоп. Девочка в зеленом. Как ты себя чувствуешь? Да я плохо себя чувствую. Блин, я их вообще не трогаю. Ты меня вообще. Пальцы дай посчитай. Ты кто такая? Да что такое, Вика? Думаю. Дай просто руки и все. Куда я попала? Какой-то сумасшедший дом, я их вообще не знаю. Вот вас я знаю. Вы экстрасенс, гипнотизер. А это кто со мной? Улю-гулю. Какой улю-гулю? Что ты несешь вообще? Боже, какой дурдом я попала. Шесть, восемь. Улю, может, меня вообще обратно, не знаю, что происходит? Да десять всего пальцев, десять. Одиннадцать у тебя тоже. Так, 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 успокойтесь. Я к вам сейчас еще вернусь. Никита, как ты себя чувствуешь? Четыре, пять. А, 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 а. С марсианского Никита вам сказал, что он чувствует себя отлично. Ты кто это такой Никита? Это твой друг. Чего? Какой друг? У меня нет вообще друзей Никиты. Объясню это потом. После щелучка вы засыпаете. Спать. После того, как вы проснетесь на счет 3, ты вспомнишь цифру 7, ты вспомнишь, что это твои друзья, ну, а ты вспомнишь русский язык. Раз, два, три. Просыпаемся. Ну, Сонь, может без приколов теперь? Чего это было вообще такое? Ты что, цифру 7 что не могла назвать? В смысле, так я называла, смотри. 11, правда, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, ты почему ты цифру 7 не называла? Подожди, 11, увидите точно 11. Какие 11 вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Девочка в зеленом, а что ты чувствовала? Такое вообще очень странное чувство было, что я нахожусь в каком-то незнакомом окружении людей. Прикалывалась, блин, ты. Да чего я прикалывалась? А вы кто такие? Прикалывалась и ты, по-моему, на каком-то языке непонятно. Ну, колям, балям, что-то было? Как раз я единственное, нормально все делал. Я разговаривал с вами, блин, нормально. Ты, то цифру какие-то... Чего ты нормально разговариваешь? Я вообще не понимала. Это колям, балям, блюм. Это нормально? Чего? Вообще, вообще что? Они, смотрите, прикалываются надо мной. Сами какие-то фигни там делали. Я единственное, себя нормально чувствовал. Я же помню, мне гипнотистик спрашивал, как тебя чувствуешь? Я ему отвечал, нормально. Вы такие, да, да, вроде как нормально. Ты отвечал колям, балям. Какие колям, балям? Вот так ты отвечал, это серьезно я тебе говорю. Я вас вообще не знала, кому-то впервые... Да что вы, вы-то прикалываетесь надо мной. Это ты прикалывалась над 7, я не могла посчитать 10. Да 11 их было, я говорю тебе. Ну так, один прирост, и у меня еще был. Не-не-не, стоп-стоп. У Никиты был просто марсианский язык. Ты забыла своих друзей, а ты забыла цифру 7. И что? И как? Офигенно. Друзья, в смысле? Мы даже этого не поняли, когда были в гипнозе, нам казалось, что все вроде как, ну так и должно быть. Как можно было забыть цифру 7? Ребят, блин, вы сами видели, это все в своих глазах, офигеть. Как я и говорил, гипноз это естественное состояние человека. А сейчас мне нужен доброволец. А, ну... Никита, иди. Иди. Да, да, да. А почему Никита-то? Потому что Никиту сам изумил у нас. Бужик, давай. Давай, вперед. Никита, присаживайся. Сел. Только вот давайте без этих марсианских. Можете мне какой-нибудь английский закачать, я буду языки все знать. Только не марсианский. За дополнительные 50 тысяч я преподаю английский. У меня нет столько денег. Никита, сейчас расслабься и сконцентрируйся на маятнике. Да, все. Спать. Никита, я тебе сейчас задам пару вопросов. Кем бы ты хотел стать? Я бы хотел стать самым сильным человеком на планете. И победить самого сильного человека. А еще супергероем. Хорошо, я тебя понял. Слушай меня внимательно. Теперь ты человек-паук. Человеку, у которого неограниченная сила. Ты силен. Ты мощный. Ты стремишься всех спасти. И победить всех злодеев. На счет 3 я щелкну пальцами и ты проснешься. Раз, два, три. Аккуратно. Аккуратно, ребята. Аккуратно. Что это такое? Здесь где-то злодеи. Будьте осторожны. Я вас всех спасу. Никит, Никит, все хорошо. Да, хорошо. Аккуратно. Аккуратно. Я здесь, не переживайте. Я прилетел к вам. Да что с этой паутиной, блин? Не работает. Может болею. Блин, что с паутиной? Спать. Никита, твоя сила иссякла. Ты стал беспомощным. Ты больше не можешь пускать паутину. И быть таким сильным. Отныне ты даже не можешь поднять предмет тяжелее перышка. На счет 3 ты просыпаешься. Раз, два, три. Фух. Так. Как себя чувствуешь, Никита? А я отлично вроде что-то только устал немного. Не бывало такого до этого никогда. Сейчас, подожди одну секунду. Я сейчас приду. Да, да, да. Все нормально? Да, устаю. Ну посиди, может, чуть-чуть. Садись. Девчонки, держите. И что с ним делать? Поставьте его сюда. Никита, попробуй его поднять. Ладно. Чего? Что-то это... Тяжелый? Тяжелый? Какой он тяжелый? Никита, блин, я его легко подняла. А ну-ка. Попробуй еще раз. Не, я не могу, я не могу его поднять. Попробуй еще раз. Ну не может. Да что вы? Никита, ты не соревновался с самым сильным человеком в мире. Что с тобой произошло? Прикалывается. Зачем вы туда? Стой, 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 стой. Успокойся. Садись. Сходи. Теперь ты, Никита, каким и был раньше. На счет три просыпайся. Раз, два, три. Никит, все хорошо? Конечно хорошо, блин. Офигеть, что это было? Почему я его не мог поднять только что? Офигеть, ребята, и что к что он? Ты не прикалывался? Какой прикалывался? Ты шути, что ли? Он как будто, блин, весил целых 10 миллионов тонн, блин. Что вообще было такое? А все, злодеи ушли-то? Каких злодеев? Не было никого. Да не было никаких злодеев, ты как дурак. Кто-то такой, не хил, хил, я человек, паук, спасайтесь. Я их спасала, злодеев, а не педа, дурак. Игорь, ты все прекращай. Тебе лечиться надо. Девочка в зеленом, я вижу, тебе весело. Ну, было сейчас весело, а сейчас что-то весело. Иди, иди, садись. Я думаю, твоя очередь. Присаживайся. Да, да, иди. Все, 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 все. Сейчас мы смотрим, что ты будешь делать. Садись, садись. Ну, ладно, это вроде весело. Надеюсь, до меня лучше что-то не дойдет? Дойдет. Сосредоточься на маятнике. Спать? У меня всего лишь один вопрос. Чего ты больше всего боишься в жизни? Сирена головы. И что пол превратится в лаву. Хорошо. Когда ты проснешься, пол начнет превращаться в лаву. Проснешься по щелчку. Ребят, что мы услуги не поднимем? Это тут же все горит, тут все в лаве. Ты что, Вика? Ты поднимайся ноги быстрее. У вас сейчас ноги сгорят вообще. Да поднимай, поднимай, поднимай. Тихо, тихо, тихо. Нет, вон не горят. Ты что? Да нормально, все, да трава, блин, зеленая. Ты что вы ржете, блин? Да не кинуть, подними тоже ноги. Да, на, держись, так хочешь. Вика, вот это она сумасшедшая, конечно, стала. А вы как бы по лаве ходите. Спокойно, спокойно, спокойно. Спать. Да что ты на меня-то завалилась? Да, вы вдвоем на меня завалились. Сейчас ты проснешься и больше не будешь бояться пола, потому что пола больше не лавы. Просыпайся. Вика, ну что, как у тебя? Ножки не горят? Ой, лава, по-моему, везде. Да, блин, как будто реально была лава. Ребят, я вам серьезно говорю. Да, да, серьезно. Вот сейчас я спокойно, вот и вижу, вот зеленый наш утром. Реально все было, все в лаве было. Вы это не видели разве, ребят? Да нет, конечно, дни-ка, блин. Боже, что не было никакой лавы, это только для тебя она была. Да блин, ну я реально помню. Какого там сиренеголового ты боишься? Чего это было? Сиренеголового, он же страшный. Ну вот и пришло время человека, который максимально скептически ко всему относится. В смысле? Я же говорила, что я верю в гипноз и все. Ну-ну-ну-ну, я чувствую. Да нет, нет, все, я верю, я верю. Поднимайся. Иди, 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 проверим сейчас. Иди, иди, иди. Присаживайся. Расслабься, сосредоточься на маятнике. Спать. У меня к тебе вопрос. Какая у тебя самая сокровенная мечта? Я хочу отправиться в морской круиз с друзьями на белом большом корабле. Хорошо, я тебя понял. Но, когда ты проснешься, ты будешь на корабле, который попал в шторм. И твоя главная задача удержать равновесие во время шторма. Просыпайся. Ребята. Ты что, Соня? Соня, ты что? Соня, ты что? Соня. Соня, Соня, давай поднимайся. Соня, Соня, давай поднимайся. Держите меня. Ну смотри, мы спокойно ходим и не шатаемся, как ты. Ты что, ты что? Встань. Встань, стань ровно. Все, все, стой, стой. Почему так трясет? Да вот на диван, сядь, сядь. Сядь, сядь на диван. Ребята. Ты что, Соня, блин? Вы не чувствуете меня? Ты что толкаешься? Соня, Соня, успокойся. Ты не шатает нас. Это ты на диван. Сейчас тебе нужно будет сходить вот туда, взять напитки и принести их своим друзьям. А вы присаживайтесь на диван. Вставай. Соня, иди принеси нам напитки. Мы пить, пить хотим. Пить хотите? Ребят, вы же понимаете, я... Да что происходит здесь? Как я это сделаю? Ой, ты не спали, это все. Да пить хочу, ну вот нет. Ты шатает. Ты иди, ты быстрее. Ну как можешь это отстань просто ровно? Ой, ой, ой. Ты уже запишешь варенок. Все, 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 отпусти. Ты ничего не осталось, Соня. Вот чуть-чуть осталось. Замри. Давай я тебя отведу туда на стул. Да уж, пожалуй. Присаживайся. Спать. Офигеть. Когда ты проснешься, ты больше не на корабле. Просыпайся. Ух. Ну что, Сонь, как? Как воду нам принесла? Да, мне вообще ничего не досталось. Пусть и стакан. Мне же правда казалось, что тут шторм. Мы вообще, мы сейчас утонем тут все. Да я видела, как тебя вообще шатало тут вообще. Тут как будто не шторм, а землетрясение было. Как водичка, попили? Нормально. А я не пила, потому что шаталась вот это вот все. И я без воды не осталась. Могли бы помочь, друзья, называется, ага. Могли бы там за ручки подержать и завить, и человек в беде, блин. Тут что? Я помогала тебе, говорю, успокойся, ты не на корабле, все хорошо. Ты все равно, у тебя шатало, нет, мы сейчас вообще потонем. А ты мне вообще со злом помогал обороться? Ну все, пожалуй, я отработал свой гонорар. Всего лишь 10 тысяч. Подождите. Подождите, не уходите, вот у меня скоро ЕГЭ, вот английский. Я вообще вот не готовилась. Вот через три там месяца очень надо помочь. Можете вот чуть-чуть задержаться. А мне бы вот силы там побольше, гипнозом как-нибудь добавить. Я еще не придумала, правда, что хочу, но тоже что-то вот такое, силу какую-нибудь супер, мега. Как я и говорил, все это можно сделать за дополнительную оплату. Большую оплату. А сегодня я закончил. Адьос. Ой, блин, закончил. Ну все, я теперь буду деньги копить, короче. Да надо было сразу об этом просить, а мы проверки какие-то ему устроили вообще. Вот именно, блин, теперь он так легко не согласится. В следующий раз спорить не будем, понял? Да не будем спорить сразу. И не нужно экстрасенсориков, все это есть. Надо быть все-таки силу как-то у него, ну денег накопить, блин. Схожу к нему, и английский тоже подтяну. Вот, английский вообще.